Симбиоз городской квартиры и частного дома в последнее время, особенно из-за пандемии в России, в частности в Самаре, набирает популярность такой тип жилья, как таунхаус. С соседями имеет одну или несколько стен совместных, но тем не менее может считаться абсолютно автономным жильем, так как расположен на самостоятельном земельном участке обособленном, имеет обособленную схему подключения к городским коммуникациям, предназначен для проживания одной семьи, то есть это не многоквартирное образование. Из ощутимых плюсов немного соседей, место для машины под окнами, небольшой участок земли и все это по цене квартиры. И хотя сегодня рынок жилья в стране дезориентирован, таунхаусы не проигрывают квартирам в новостройках. Примерно стоимость таунхауса площадью 120-140 квадратных метров, оно сопоставимо со стоимостью трехкомнатной квартиры до 100 квадратных метров в новостройке, расположенной в этом же районе, где примерно расположенный дом. Может быть дом чуть-чуть подороже, но опять же в силу наличия уже земельного участка, то есть в силу наличия дополнительного элемента комфорта, в силу того, что все-таки дома стараются строить по площади побольше. Именно исходя из этих факторов, то есть они получаются по массе денег, может быть чуть дороже. Но если пересчете на квадратный метр, например, смотреть, как на индикатор, то таунхаусы дешевле квартир стоят. Однако до недавнего времени таунхаусы не имели конкретного юридического статуса, что создавало проблемы жильца. С марта в градостроительный и жилищный кодексы внесли важные изменения. Новелла устраняет белое пятно в законодательстве и защищает права собственников подобных объектов. Раньше по закону в жилищный фонд входили только три вида объектов – жилой дом, квартира и комната. Но таунхаусы не попадали ни под один тип. Теперь в кодекс добавили понятие многоквартирный дом и объекты блокированной застройки, то есть таунхаусы. Это значит, что у собственников теперь нет необходимости определять его правовую судьбу в суде. Это жилое помещение, там можно регистрироваться, там есть понятные правила, что такое жилье. Так что собственники подобного рода жилья, конечно, могут вздохнуть с облегчением, неопределенность снятая. По оценке федерального Минстроя в прошлом году в стране ввели более 92,5 миллионов квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю и более половины – жилье низкой этажности. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Надежда! Спасибо за просмотр! Подпишись! Подпишись! Посмотрите на мой вон! Подпишись! Подпишись! Продолжение следует...